Всем привет, это канал правильный выбор, если вы все еще гость, самое время это исправить, подписывайтесь на канал и включайте колокольчик. А теперь к главному, сегодня у меня на обзоре монитор Liama ProLite XUB2493HSU-B1. После просмотра вы сможете обсудить эту модель в комментариях, чтобы приобрести монитор по выгодным ценам, вам нужно перейти по ссылкам, которые я оставлю в описании. Буду рад вашей поддержке, поэтому ставьте лайки. Диагональ экрана 23,8 дюйма, разрешение 1920 на 1080, соотношение сторон 16 к 9, время отклика 4 миллисекунды, подсветка LED, матрица IPS, глубина цвета 8 бит, частота обновления 75 герц. IPS дисплеи известны своими широкими углами обзора, естественными цветами и точной цветопередачей. Они особенно хорошо подходят для приложений по работе с цветом. Размеры монитора 53,9 см в ширину, 37,3 см в высоту, толщина 21 см, вес 4,8 кг, цвет черный. Предусмотрено крепление веса 100 на 100. Стильный дизайн с экраном от края до края делает монитор идеальным решением для использования нескольких мониторов. Настраиваемая по высоте подставка позволяет выбирать идеальное положение для экрана для максимального комфорта пользователя во время работы, что не только позитивно сказывается на здоровье, но и увеличивает продуктивность труда. Возможность вращения экрана означает, что вы можете менять положение экрана из стандартного альбомного в портретное. Это очень полезная опция, облегчающая работу с большими таблицами или текстами. Оптимальное решение для комфорта и здоровья ваших глаз. Немерцающие мониторы с функцией уменьшения синего света существенно снижают напряжение и усталость в сравнении с обычными мониторами. Контрастность – это отношение яркости и самой светлой и самой темной части изображения на экране ЖК монитора. Технология Advanced Contrast Ratio – продвинутая контрастность – автоматически регулирует контрастность и яркость, основываясь на характеристиках картинки. Чем выше контрастность, тем лучше будет смотреться картинка в темной комнате. В данной модели предусмотрено несколько разъемов. Один VGA 1920х1080-60 Гц, один HDMI 1920х1080-75 Гц, один DisplayPort 1920х1080-75 Гц, два USB версии 2.0, один HDCP, один аудио-выход 3.5 мм. Я выделил достоинства и недостатки моделей, расскажу о них здесь, сначала отрицательные. Не совсем удобное управление, кнопки сзади панели. Встроенный звук никуда не годится. Немного меняется яркость, когда отклоняешься вправо-влево. Могли бы уже сделать USB 3. Цвет немного меняет оттенок в желтый под углом. Порты снизу. Входная задержка 16 мс. Слишком узкий. Теперь перейдем к положительным. Картинка очень понравилась. Тонкие рамки. Удобная подставка. Матовый пластик. Два USB на боку. Разные интерфейсы подключения. Три года гарантии. Благодаря регулировке высоты стало больше места на столе. Углы обзора, текст различается, даже если смотреть почти по касательной. Напомню, что ссылки на полные характеристики и лучшие цены вы найдете в описании под видео. Если вы хотите получать уведомления о выходе новых роликов, подписывайтесь на канал и включайте колокольчик. Как вам такая модель? Давайте обсудим ее в комментариях. Жду встречи на канале правильный выбор, а вы не забывайте ставить лайки. Всем пока!